Из героев в преступнике. Подросток, которого за геройский поступок в 2006 году признали золотым сердцем России, которому вручали медали, которого поздравляли и честовали всемирно, подчеркиваю, именно всемирно известные люди, спустя 10 лет вырос и обвиняется в сексуальном насилии и педофилии. Вот это кадры репортажа Первого канала о герое. В 2006 году он спасал детей из огня, в 2016 по материалам дела изнасиловал первоклассницу. Мать-ребенка постоянно плачет. Ребенок пришел. Я не могу. Снял стены и изнасиловал. Вот как идешь на ихнюс, а там две яблые. Он, во-первых, сначала ей зажал рот, потащил ее, раздел. А потом уже... Я орал, он ее рот закрывал. Короче, она тоже из очень плохой семейства. Каждый день пьяная. Каждый день мужики ходят к ней. Вот. И за дня в день. То один придет, то другой из Лукоянова приедет. Да все эти ходят, он мужики-то алкашня, со всеми пьет. Она даже не знает, где девчонка гулят, с кем гулят. Ну не может... Ну... Он не такой, чтобы полезть на школьницу. Нетрезвый подозреваемый напал на малолетнюю девочку в одном из населенных пунктов Лукояновского района. Применил насилие и под угрозой убийством изнасиловал девочку. Я никак этого не верю, потому что в это время он... Как говорят, полчетвертого, полчетвертого мы были с ним вот в магазине. У нас даже видели нас. Потом у меня Дима поехал наверх, там, к другу мотоцикл делать. Вот они там делали мотоцикл. У нас свидетелей много. Во-первых, у нас были трусики в крови, которые сейчас находятся в полиции. Когда я подошла к нему в следственном комитете, где его опрашивали, я говорю, Дим, ты зачем это сделал? Я не хотела. И все. Подозреваемый Дмитрий Филюшин 10 лет назад был удостоен Ордена Мужества и множества других наград за спасение из огня троих детей. Он вытащил их из горящего дома. Тогда из него сделали героя, показали по всем каналам. Но вот односельчане сомневались еще тогда, а все ли чисто было с этим геройским спасением. Сами спасенные дети, которые тогда были малышами, уже подросли. Это вот спасал-то. Вот они идут. И вот, и вот, и вот, и вот, и вот. Вот он спасал вот этих вот. Мой сын герой. Ему наградили, давали благодарственное письмо ему. Машину ему вручали тоже. И медали. Наши пожарники ему привезли, по-моему, телевизор. Потом ему в Москву его вызывали. Вызывали там его на сцену, кобзон, что ли, руку жал. Софи Лорен тут его чествовала с Филиппом Киркоровым, что он вот золотое сердце, ему там денег что-то много там ему. Машину подарили ему. Они потом продали. Крышу, по-моему. Крышу делали, да, в доме. Но учился он всегда слабо в школе. И всегда с нежеланием входил в школу. Мы всегда его в школу вызывали маму. Он не получил у нас аттестат об основном общем образовании, 9 классов. Вот, потому что он вообще перестал в школу ходить. Мама сказала, нечего мы там делать в школе, пусть работает. Потом он устроился в колхоз. И в колхозе он, наверное, не работал. Вот так дурака валял. Потом он еще грабеж учинил. У нас был тут мужчина, жил на его же улице, где он проживал. Он шел пьяный. Сзади, по-моему, как-то на него набросился. И его ограбил. Деньги в него взял. Он был судимый. Говорят, вот все, что он сам же поджег этот дом, а потом детей полез спасать. Он, наверное, и поджег этот дом. А потому что я только запорог, а он приходил, он курил с малых лет. Ну, как он положил. Тут у него, про него-то ногу бакули. Только никто про него не жаловался. Все терпели. Сколько он залазил к этим их бабушкам. Ломал все замки, заходил. Ну, и насиловал их. В Красном Доме бабушка. Он ее износил. Она сама рассказывала всем. Я шла из магазина. Он был на велосипеде. Он мне... Я говорю, Дим, помоги мне. Он вроде такой услужливый. И вот, значит, он меня проводил до дома. Мы с ним там посидели, выпили. Ну, а дальше он начал уже приставать конкретно ко мне. Поворачивайся так, раздевайся. Прям начал дергать меня. У нас даже вот работала на ферме Нина. Тоже она на пенсии. Она из-за него. Он ее прямо на рабочем месте. Ведь она еле от него отбилась. Оклеветали они его. Просто ни за что они его. Какую-нибудь только компенсацию хотят получить. Скорее всего. Это все безнаказанность от того, что мама бегает и заступает, что у нее самый лучший ребенок. Ведь он же хулиганом был всегда. Вот когда получил вот эту награду золотое сердце-то, ходил. Его сам... Меня, говорит, сам Киркоров видел. Ходил тут всем, хвалился. И вот сейчас она, значит, то, что он такой хороший мальчик, то, что он детей спас. И он не мог такого сделать. И прошел по всем снаружкам. На эту девчонку тоже он второй раз вот уже и такой вот сделал. В прошлом, что ли, году он, значит, к этой девочке, я не знаю, ей 7 лет или 8 лет девочке, вроде он к ней начал приставать. Она, говорит, его ударила промеж ног и убежала. Ну и она тоже, видимо, я не знаю, тут и все как-то это дело замяли. А тут услышим, что он, видимо, ее изнасиловал. Девочка, шелк. А он бы мог любую, ведь любую. Парни наши, ребята, вот все, у кого есть дочерь, готовы разорвать. Потому что уже это перешло все пределы. Девочка очень хорошенькая, такая миленькая, старается, учится хорошо. Всегда чистенькая, опрятненькая, аккуратненькая. Мама ее утром приведет, 3 урока. Опять ее в обеду, там, часов 11, что не заканчивается, опять заберет. Первый раз, когда он ее еще пытался изнасиловать матери, надо было сразу заявление писать. Он говорит, я не стал, мы ее, говорит, уж намыли. Он ее не успел, только с нее трусики снял и все. Герой, золотое сердце. Вы его считали героем-то? Нет, конечно. Почему? Ну, потому что мы знали, как он в школе был, мы его учили-то. Ребятишки с ним дружатся, никто не дружился, не общался, ни с удовольствием никто не общался с ним. Я хочу, чтобы вот на Первом канале не ему одели эту корону, какой он хороший мальчик, чтобы на Первом канале с него и с его семьи эту же корону сняли, чтобы она не ходила и не рассказывала, что все плохие, а она одна единственная хорошая. Кстати, как сообщили нам в Следственном комитете, сам подозреваемый сейчас арестован, свою вину он признал частично. Субтитры создавал DimaTorzok